Вторая половина работы. На туру для этой вашей работы можете выбирать сами, любую. На остатке времени сделаю наброс. Если хотите мелче, если хотите крупно, совершенно любая. Набросок буду проверять, корректировать очень строго. Но там штушевая ошибка потом не исправляется. Внимание, теперь выберите мягкий карандаш. Не коверку, а чего не помягче. Это первое. Второе. Проверите заточенный. Работу надо сейчас на этой наброске заточенным карандашом. Вовсе не обязательно по острому углу, но хотя бы пройдите по нему циркулярную точку. Чтобы линия была хамкая, чтобы карандаш не повреждал бумагу. Ну и давай. Помните про размер рисунка, 3 четверти листа. Спасибо. Спасибо. Не надо, чтобы изображение нарезало на крови. Ну, сделайте поменьше, 3 четверти листа. Это как раз очень генотика двух получает. В два раза, во всяком случае, увеличить. Увеличить, а я не раздуюсь. Не, ладно. А попробую в другом порядке. Попробую провести центральную ось, да? А потом посмотреть, как относится ширина позвоночника к шириной черепа. Попробую провести центральную ось, да? Если кто не считает, что его набросок закончен, подзывайте меня, будем разбираться. Будем разбираться. Вот, смотри. Вот тебе, вот это расстояние, да? Вот тебе это расстояние. На ногу ли? Ширина больше, чем высадка. На ногу ли? Нет. Вот. Вот. Два раза. Такой, что ли нет? Смотри, вот здесь вот. Вот этот угол. Это прямой угол или нет? Нет. Вот эти. Берем. А у тебя. Американская нога. Наша европейская раз в полтора поменьше. Здесь черепа европейских тоже. Но, чтобы не было, что видно, это очень крупная пингерра. Обычная нога не меньше. Так. Ага. Ага. Вот такой размер нормальный. Вот давайте в рамках этого размера. Чтобы вам было проще, проведите центральную линию, ну, пример, как на левую и правую планику разделив черепа. И посмотрите, как детали лицового скелета относительно это прямые. Они почти светлые. Да, конечно. Но вам будет проще тогда ориентироваться шириной площади. Молодец, что они говорили, что начинать сначала. Только так близко к краю не начинаю. Вот так хотя бы отступаем. Теперь пока посмотрим на пропорции. И окажется ближе к концу морды, чем вот эта высота. А понятно, что эта линия проходит намного замысленнее. Во-первых, она немножко вскошена, скорее уж правильно вот эта. Но все равно вот эта часть черепа, она вот здесь. Соответственно, вот как и вот как. И центральную сразу поменим, потому что центральная вот сюда выходит. У вас почти все правильно, кроме вот этой части. Сейчас покажу. Смотрите, если вы проведете горизонталь от вот этого выступа зуба до точек ложек. На горизонталь отрочите три поля. Вот эти части, нижнюю часть. Забыл. Причем на достаточно высокий уровень. Сложный уровень. Теперь, если вы проводите горизонталь здесь, понятно, что горизонталь параллельно нижнему краю месту. Во-первых, у вас нижняя и надежная часть вообще не опирается ни на что на полицию. И никакой арки не получит. В чем дело? В том, что вы вот эту вот пуговую линию при собой вырезаете. Легкая, не дать, не забыл. Смотрите. Вот это вот. Видите? Угу. Вот попробуйте. Я ничего сейчас, никаких линий проводить не буду. Я бы обратил ваше внимание на эту часть риску. Попробуйте сами потравить. Угу. А вот здесь во всей мозговой части все совершенно в порядке. Единственный момент. Глазница вот так немножечко. Перед уголком вниз уходит. Вот видите прямая линия, вот она. А у вас его не было. Вот так. Чуть пониже здесь. А все остальное очень хорошо. Значит, вы объяснили. Во всяком случае, крупнейшая ориентина. Глазницы, носовые вырезки, скуловые дуги. Хорошо бы сегодня, конечно, нанести. Денькач, а почему наступаете на скуловые дуги? О, хороший вопрос. Долго объяснять генотонию черепа. Но этот вопрос действительно прямо к теме. Черепахи – это группа лептилий, которые раньше всех ответвились от общего ствола. И у них просто нет височных ям, височных вырезок. Поэтому их относят в группы анапсиды. Не имеющие апсиды. Вот мы с вами – синапсиды. А все современные рептилии – диапсиды. У них двойная скуловая дуга. А у нас дуга одна у них питающая. А у черепах вообще нет. Это, на самом деле, действительно вопрос прямо в корень. Потому что это основа классификации систематики рептилий. А где-то требуются мышцы для нижней челюсти? Единственное. Я просто не хочу вертеть челюсть, чтобы он не имел положение. Присядь. Здесь, где нижний челюстной стад, понимаешь меня? Да. Совершенно верно, у площадочка. Хорошо. Вот куда я сейчас пальцы беру? Что за такие камеры? Что там? С два. Ага, черт из два. Мозди кричатят. Вот здесь. Весь мозг размером с две пальчиковые калитки. А вот в эти камеры я руку слепом засунуть могу. Что это такое? Мышцы. Какие мышцы? Жевательному сколоту. Совершенно верно. Вот акул берут сколовые дуги у рептилий. Вот для того, чтобы не делать такой безумно широкий череп, который, на самом деле, почти полностью жевательными мышцами заполнен. Вот этот шов, вот этот шов, не срастается и расходится. Здесь дырка оказывается. Да. Височное окно. Так? В результате мышца прошла сквозь височное окно и прикрепилась вот здесь. Череп можно делать узким и компактным. А вот эта часть, вот эта часть черепа, посмотри, которая ниже окна оказывалась, вот этой будет сколовая дуга. А у черепа нет черепа монолитного. Так. Ну, давай глянем. Руку берем. Так. Я не ладил сейчас с этими деталями, пока не нанес на рисунок форму вот этих окон. Ноздревого окна или чересного окна. Вот когда их нанесешь, будет понятнее, как передняя часть черепа устроена. Во! Вот. Ну, все-таки, сам ты видишь, что нам надо больше не на то, чтобы похоже. Так. Сразу вот эта линия приближилась к настоящей. Ну, только уж давай, поскольку мы уже серьезно занимаемся. Вот это нам не будет выступить. Вот он, а не что я думаю. Так. Ну, вот так все. Ну, вот так все. Вот так. А здесь вот. Под этой линии. А вот это выше. На самом деле, вот эта гласная орбита вылезает. Так. Так. С той стороны. А вот здесь вот. Понимаешь ли я немного? Угу. Угу. Так. Ну, вот так все. Весьма и весьма до стороны. Я бы на вашей листью единственный мой вид множек подправил бы эту линию. Ведь линия нахождения зубов в хилисте никогда не бывает прямой. Видите? Вот такие вот. Угу. 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 Это очень сложная конструкция, и у нас в нашем маленьком двухнедельном курсе совершенно не стояла задача ознакомиться с эволюцией черепа. Вот если бы у нас было хотя бы месяца полтора времени, тогда можно было бы задаться, что там на самом деле с черепами. А вообще, если интереснейшая самостоятельная тема, так, а вот теперь давай, в мешанине этих линий, в общем-то, все более или менее, да, даже пропорция более или менее нормальная, хотя, смотри, у тебя вот эта линия, короче, вот эта линия, она с обеих. Да, понятно, что она просто вот так идет, и приходит сюда, и, соответственно, это у тебя вот так пойдет. Природа очень не любит прямых. Строги прямых линий в природе, я считаю, не бывает. Так? А вот эта сверхъяркая, что такое? Это вот самая вырезка. Это, подожди, я бы не секундочку, это контур вырезки или это внутренняя тетрадь? Ну, тогда не надо, если это внутренняя, и надо такое яркое делать, потому что она мешает восприятию, а контур вырезки. Ведь важнее, более важная деталь черепа какая? Вереска. Носовая вырезка, разумеется. А у черепах она меньше, чем у мальков. Ну, конечно, меньше. И у нас таки... А роль воняния, на самом деле, в жизни черепах не настолько и важна. Но они в воде живут. В воде, в химические вещи... Ведь что такое воняние? Это чувствительность к чему? Химическое качество. Правда. Так в воде, на самом деле, вот в противном моменте, вот это и не вот так вводишь. Она у тебя пошла вот так на закругление. А там она есть или нет? Нет. А она вот так идет. Справедливо. Ну, общую конфигурацию поймал. Угу. Ты смотри, если ты вот эту и не продолжишь, да? Ну, во-первых, она у тебя опять же вот такая дуга. Она дуга или не дуга? Дуга нет. Она вот такая. Вот эту нет. Вот если ты ее продолжишь, то она у тебя как-то про это согласен. Значит, уже поближе. Поближе. Угу. Так. Широковый, немножко, на мой вкус. Сместить. Слишком широкое пространство. Смотри. У тебя вот здесь вот раза в полтора шире, чем шире на глазнице. Они примерно одинаковые. Так что сдвинем. Одно положение. Секундочку. Руки нет. Так, очень удобно. Намечко отчетливые две вещи. Вот это вот, на самом деле, это верхняя граница высочного окна. И продольная гребня. Вот это у нее. Проще будет работать. У нас почему-то эти границы слабые оборудования. О, ну, во-первых, у подавляющего большинства этих силеней оборудования не настолько сильно разные. А оборонительная долька у них достаточно большая. А вот эта оборонительная толька у них большая. Так? Так? Ну, здесь еще какая-то что-то. Черепачка воздухом дальше? Да. А что будет, если вода попадет в лечку? Нет. Плохо будет. Плохо будет. Поэтому, что смотреть, пока черепах ходят? Нет. А какой смысл здоровая оборонительную систему, если отмашка черепах? Нет. Если большую часть времени мозг будет просто закалываться. Если с небом есть, с этой стороны. А с какой? А с той двадцатой. Так. А тогда вы сойдете в сумму работа. Вы собираетесь с нервной клетки, вы стоите на улице. Нет. Вы защитите их. Чем? Это вы опять предлагаете создать какое-то новое, другое животное, которое сейчас на нашей планете просто не бывает.